Дорогие мои, Бог ждет нашего живого обращения к Нему. И дар Божий, чудесная свобода человеку, всегда ставит нас предвыбором. Через все события, все горести, радости, идти или не идти к правде и любви Божьей, которой нет конца. Господь всегда с нами, но мы-то не всегда идем к Богу и за Богом. Вот почему остается для нас реальная опасность, быв укладезя жизни, оставаться мертвым. И у живой воды жаждущим, и у благодати без благодати. И нет, други мои, для Бога почтения и в жизни в Боге не особого времени, не особых обстоятельств, но всегда и во всем подлинная жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спасении озаряла светом правды каждый миг жизни. Мы иногда лишь прозреваем духовно, но как часто ослепленные грехом теряем луч света, это свет Христов, и бредем по жизни во тьме, мня себя еще зрячими. Главное бедствие нашего времени как раз и заключается в исключительной духовной слепоте людей. Сегодня духовный разум, который может ясно видеть свет истины, становится уж очень крайне редким явлением. Плотской разум, погрязший в вещах жития сего, любящий только земная, всегда ведет противопорство с учением и откровением божественным. Для стяжания же духовного разума нужно прежде всего послушание разуму Вселенской Православной Церкви. «Не приставай», — говорит преподобный Еврем Сирин, «испытывать божественные писания. Не приставай вопрошать Матерь Свою». Церковь, свет Христового учения, свет Его любви просвещает всякого человека в мире. И любовь — это та проба, по которой проверяется, слепы мы или зрячие, больны или здоровы. Вспомним слова Спасителя. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Порождает духовную слепоту грех, и духовная слепота укореняет человека во грехе, и ожесточается сердце человеческое, и грубеет, и слухом слышит, и вроде бы глазами видит, но не внемлет ни тому, ни другому. И грех ожесточения сегодня, упорство против истины и противления ей делают человека участником бесплодных дел тьмы. И слабее голос сердца, холодный рассудочный гордый ум попирают христианскую любовь. И вот уже ослеп человек окончательно. Так отступает Бог. Вечность, други мои, не есть упразднение этого века или его отмена. Напротив, вечность – это сохранение того, что было здесь, но чтобы преобразилось воскресением и стало пригодным для вечности. Вечную жизнь может преобразиться только то, что живет правдой, добром, красотой. Все обличаемое совестью, как несомненное зло, сводится в конце концов к смерти. Убийство, ненависть, корысть, ложь, разврат. На дне всех злых страстей лежит смерть. Все они ведут к смерти. Сеют ее в мире и не могут присуществиться в добро при переходе в вечность. А значит, путь к пресветлой и приблаженной вечности, уготованной воскресением Христовым, лежит через деятельное подавление в нашей земной жизни всякого зла, через подвиг доброделания. Дорогие наши братья и сестры во Христе, добро есть дело свободы. Победная сила воскресения Господа нашего Иисуса Христа была силой Его вольных страданий и вольной смерти, освободивших нас от рабства тлению. Одна канувшая на землю голгов и капля крови Спасителя, Его добровольная жертва изменила незримо все на земле. В мир вошла совершенно новая сила. Сила воскресения. В ней нет ничего от принуждения, от насилия. Поэтому-то все, что она дает, обращено к нашей свободе и только к ней. Но нашей личной, эта могущественная жизненная сила, становится лишь тогда, когда мы вольно сами стремимся к ней. Поэтому и Церковь сегодня нас учит, что воскресение в вечность требует от нас активности и деятельного раскрытия в себе добрых сил. Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и воскресшему нас ради. И вот он войдет и наполнит собою и светом своим жизнь нашу, преобразит душа наша, а мы, а мы в ответ на это, уже с любовью, устремимся за ним по нашему крестному пути. Ибо в конце его, несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную. Из духовных получений старца Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале.